Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коинство в храме за отцом Ираша говорит, что это учит, что если сын первосвященника То есть это идет речь от первосвященника Способен занять его место Он имеет преимущественное право перед всяким другим человеком То есть единственное, что он должен, как написано, быть способен к этому Если он способен, даже если не самое высшее у него качество есть Но если он способен, то он занимает место первосвященника И задается вопрос Как сделать так, чтобы наши дети То есть мы их воспитываем И мы в них вкладываем И мы стараемся И мы, в принципе, хотим, чтобы они пошли по нашим стопам И евреи, и религиозный человек Он хочет, чтобы дети пошли и соблюдали Тору И выполняли заповеди И, как говорится, были в порядке И как это сделать Рассказывается про... Была такая женщина в Талмуде Написано Кимхит Звали ее Кимхит И все ее дети были первосвященниками Что она сделала такого Чтобы дети ее пошли и действительно были на высшем уровне Она была скромная Она была скромная Но не только наружная скромность у нее была То есть как женщина она надевалась скромно У нее была еще и внутренняя скромность Вот о внутренней скромности Об отношении О тонкости О том, чтобы действительно быть человеком внутренне скромным И пойдет речь В Талмуде написано Что если бы, не дай бог, не дай бог Евреи не получили Тору То мы бы учились скромности от кошки Почему кошка? Почему именно скромности учиться от кошки? Так Ребер Ашап сказал Что Даже, как бы, когда ты учишься от кошки Есть вещи, которые, как говорится, кошка должна соблюдать То тем более, тем более человек должен соблюдать Так что соблюдает такое кошка? И почему, как мы можем научиться? Я себе, не дай бог, еще раз повторяю Мы не получили Тору Краша говорит, что кошка не отправляет своих естественных потребностей перед человеком То есть не в каждом месте она отходит Отходит, чтобы, как говорится, сходить в туалет И после того, как она сходила Она закапывает Покрывает это землей Но это не все Значит, чему мы можем научиться? Значит, у каждого человека есть красивые вещи и некрасивые Есть добро и не очень добро И получается, чему мы можем Кошка, на самом деле, животное, допустим, красивое Она показывает, как она красива Но когда она делает свои дела, она отходит в сторону То же самое Человек должен показывать свои красивые качества Должен показывать свои красивые качества Свою личность Вещи, которые у него есть И не показывать некрасивое Не показывать некрасивое И если тебе говорят какие-то неприятные вещи И какие-то обидные вещи И действительно, может быть, это правда и все То Нельзя все время в этом вариться Нельзя И, как говорится, есть какие-то вещи неприятные В конце концов, это нужно отойти в сторону И закрыть землей Понятно, что нужно исправиться Нужно какой-то путь к исправлению Нужно работать над своими качествами Но вариться в этом Постоянно жить в этом И думать об этом И, не дай бог, даже выпячивать это Это не стоит Иногда бывает, что Молодые люди женятся Так он говорит своей будущей жене Говорит, смотри, у меня такой характер У меня есть Конечно же, много хорошего Но есть у меня Один, два, три вещи Нехорошие Ты должна об этом знать Ты должна об этом знать То есть он уже заранее Подготавливает ее Смотри, у меня есть вещи Я не собираюсь их исправлять Это то, что есть Ты женишься на мне Ходишь замуж за меня Именно с этими вещами И, как говорится, смирись А я такой А, то есть есть люди иногда Даже, которые Сделали какие-то вещи Не очень правильные Они начинают это рассказывать Они начинают совсем делиться И в какой-то степени Это стыдно И они считают, что тем, что Они это рассказывают И им потом после этого Стыдно становится Они еще раз И вот это вот пережевывание Вот это вот все Они считают, что в конце концов Это исправляет Искупляет их Плохой поступок Так что нет Этого делать Ни в коем случае нельзя Нельзя об этом все время Думать и говорить И ставить это Это как раз таки То, что злое начало от нас хочет Чтобы мы в этом жили То, что человек сделал Какой-то необычный Не очень хороший поступок Мы все оступаемся И делаем всякие Возможно, вещи, не подумав Или когда у нас чувства Через край переполнены В отношении человек злится Расстраивается Всякие вещи бывают Но Когда мы это берем И вот мы это делаем Центром нашего внимания И вот это вот все Вот это вот пережевываем Это нельзя Это как раз таки То, что злое начало хочет Оно хочет опустить нас Если мы будем в этом вариться Все То есть Произошло что-то Я отошел в сторону Как кошка Выкопал ямку И закрыл землей Закрыл землей И потом ты уже Со спокойной головой Ты уже думаешь Как тебе в следующий раз Не упасть И не сделать Какие-то глупости Которые ты уже сделал Однажды пришли к Рэве Адморзакену Первому Рэбе Хаббада И рассказали о хасидах Которые сделали Неправильные вещи Наступились И это действительно Была правда Адморзакен сказал Я в это не верю Я в это не верю То есть Что это значит Как раз таки Они никогда Вел себя как больших праведников И Рэбе Хаббада Рэбе Хаббада И вот эта вот точка Когда он меня стесняется Я ее держу Я ее ценю И я ее поддерживаю То есть в конце концов Этот человек Может вернуться И раскаяться И еще одна вещь Что он ведет себя Одевается Как хасид И все Для семьи Он действительно Ведет себя Как праведник Хотя внутри Действительно Он был полностью Погряз Во всех Страстях И всякие Делал вещи Нехорошие Но Рэбе Поддерживал У него Эту точку То есть важно Не найти Плохую вещь А найти хорошую И очень важно Очень важно Быть чувствительным Очень важно Быть действительно Скромным Внутри Изнутри Был такой раввин Ариэль Левин И он Навещал Тех людей Которые сидели В тюрьме Не про нас Будет сказано И У него было Мало времени Но он никогда Не говорил Знаете Приходит У меня есть Пять минут Что ты хочешь сказать Все Когда ты это сказал Все Все пропало Ты уже Человек уже не думает О том Что он хочет От тебя Он уже думает Что все Скоро эти пять минут Закончатся Так вот Ариэль Левин Хотя у него было Немного времени Он когда заходил В камеру Человеку навещать его Он снимал шляпу Он снимал куртку Плач И он усаживался Усаживался И говорит Ну И начинаю разговаривать Через пять минут Когда Ариэль Левин Должен был уйти Он говорил Я извиняюсь Мне надо уже идти Он одевал шляпу Он одевал Свой плащ И выходил Но те пять минут Которые он там был Он посвящал этому человеку Человек чувствовал себя хорошо Потому что Вот он Я твой Я для тебя А не то Что ты всем видом показываешь Что тебе так Уже срочно надо уйти И все Что ты уже нетерпения у тебя То есть Чуткость Чуткость И скромность В отношении с другими людьми Обязательно Поэтому можно Ариэль Левин Действительно Вот это То что я услышал Как он себя вел Это действительно вещь Которую можно прожить всю жизнь И не прочувствовать ее Так вот У нас есть С вами Подсказка Используйте это Используйте это С другими людьми Показывайте им Что вы Слушайте их И вы с ними до конца То есть Постарайтесь показать Всем своим видом Что вы с ними И действительно Не то что показать А действительно Когда вы разденете Коску Когда вы сядете И спокойно будете слушать Если не будете смотреть на часы Человек будет чувствовать себя По-другому И еще одна вещь Которую Мы можем учиться от кошки Вернее не учиться от кошки Это то Написано в Талмуде Что кошка не знает Своего хозяина То есть Собака У нее есть хозяина Она преданная Кошка нет Кошка не знает Своего хозяина Она не преданная Так написано Еще в Талмуде написано Что если например Стояла еда И вот Мышь Ела с этой еды Человек не знал Потом кушает человек Эту еду То это влияет на то Что человек Становится забывчивым То есть Если мышь ела Мышь это Знак забывчивости То есть Мышь ела Человек тоже Становится забывчивым Кошка Питается Ловит мышь И ее кушает То есть Кошка То же самое Качество у нее То что она забывчивая И Поэтому Она не знает Своего хозяина Откуда Это качество Вот эта вот Забывчивость Где она находится Она находится В разуме В разуме То есть Раззабывчивость Она в разуме А вот То качество Которое Скромность Где она находится Она находится В сердце Она находится В наших качествах В сердце Что нам это говорит Это говорит о том Что мозги могут быть испорчены у кошки, но это не отразилось на ее качествах, то есть у нас тоже самое, иногда мысли бывают всякие, но наши чувства, они могут быть не испорчены даже нашими мыслями, и поэтому мы должны учиться, как раз таки то, что говорит Гмара, Талмун, именно вот вещь, которая есть у кошки хорошая, мы можем ей учиться, то, что плохое, плохое, но то, что хорошее, хорошее поэтому у каждого человека есть положительные стороны, и мы, вот как раз таки, должны включить нашу забывчивость тогда, когда ты видишь что-то плохое потому что часто бывает, человек видит что-то плохое, все, он сразу все, его замыкает, он говорит, все, это не то, это не то он, по сути, отвергнутый, брак, брак в работе, брак в работе, то есть мы должны увидеть хорошие качества, и вот именно это хорошее качество, это и есть тот человек и в завершении, конечно, мы должны сказать о Геулее, о нашем полном освобождении, то же самое, мы должны стараться видеть в каждой вещи, которая происходит, доброе зерно, доброе и хорошее и усиливать это добро, добро в действиях, добро в нашей душе, и тогда действительно Всевышний смилуется над нами, и действительно мы это увидим своими глазами полное окончательное освобождение, чтобы это было сегодня, сейчас маленькое объявление, я сделал урок более длинный, я не могу его послать по ватсапу, сделать, я сделал мини урок, который занимает 5 минут, а полный урок находится в ютюбе на канале Хасидский взгляд, так что подписывайтесь, и там будут более, более уроки полные, которые будут более обширно рассматривать недельную главу Торы Субтитры создавал DimaTorzok